Аэродинамический институт Кучинский аэродинамический институт сыграл важную роль в развитии авиационной науки. Здесь впервые ученые заговорили о возможности полета на другую планету. Жители Балашихи могут по праву гордиться историей своего города. В начале 20 века изобретатели искали новые возможности подъема человека в воздух. К созданию собственной лаборатории Дмитрия Ребушинского подтолкнул первый в мире полет братьев Райт. Так на земле, доставшейся ему при разделе Большой Кучинской усадьбы Ребушинских, был построен аэродинамический институт. На его развитие промышленник потратил целое состояние – 100 тысяч рублей в первый год и после вкладывал 36 тысяч рублей ежегодно. Научную работу возглавлял профессор Московского университета Николай Жуковский. Он считается основоположником российской аэродинамики. Дмитрий Павлович Ребушинский – удивительный пример успешного русского предпринимателя, ученого и мецената. Происходя из знаменитой купеческой династии, он получил блестящее образование, вложил много сил и средств в развитие российской науки. Лаборатория, основанного им Кучинского аэродинамического института, по оснащению оборудованием, считалась одной из самых лучших в мире. Кучинский институт был широко известен в научном мире, труды ученых даже издавались на иностранных языках. Здесь изучалась теория движения ракет. После революции Ребушинский передал свой институт государству. Сохранившиеся в Балашихе здания признаны объектом культурного наследия регионального значения. В память о знаменитом предпринимателе в микрорайоне Железнодорожный установлен первый в России памятник. В одной руке черчежи, в другой трость. Таким предстает с каменного постамента Дмитрий Ребушинский. На плите слова, завещанные ученым потомком. Все для дела, ничего для себя. У Балашихи богатое прошлое, и оно тесно связано с небом. До Великой Отечественной войны курсанты Реутовского аэроклуба занимались на аэродроме в Черном. Семеро из них ушли на фронт. Среди них был и маршал авиации, дважды герой Советского Союза Александр Колдунов. Небо Москвы было надежно защищено силами противовоздушной обороны. И сегодня Балашиха связана с авиацией. Микрорайон «Заря» считается столицей ПВО России. Здесь находится командование 1-й армии ПВО. Одно из крупнейших городских предприятий, единственное в СНГ, авиационная корпорация «Рубин». Разрабатывает, проводит и ремонтирует изделия взлетных посадочных устройств и гидроагрегатов для отечественных летательных аппаратов. Корпорация создает агрегаты, которые по своим характеристикам соответствуют мировым стандартам. Свою продукцию «Рубин» неоднократно демонстрировал на международных авиасалонах. Предприятие является постоянным участником международных авиакосмических салонов в городе Жуковском. В конце 2020 года разработки «Рубина» признаны одними из лучших в России. А коллектив конструкторов получил первую премию в номинации за успехи в области производства продукции военного назначения, внедрения передовых технологий и инновационных решений. Завод «Марс» — уникальное предприятие для Балашихи и всего Подмосковья. Сегодня это ведущая база по ремонту техники малой авиации. На его территории расположен аэродром, где испытывают технику, выполняя тренировочные полеты, обслуживают суда коммерческой авиации. На заводе работает 340 человек, а в год здесь ремонтируют до 50 вертолетов и самолетов. А для любителей неба ежегодно на территории аэродрома «Черное» проводится авиационный фестиваль «Небо. Теория и практика». Для зрителей подготовлена насыщенная летная программа с участием чемпионов Европы и мира. Выступление лучших пилотажных групп малой авиации страны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова